По мнению специалиста в области энергетики, тотальное систематическое повышение тарифов на энергоносители тормозит, а то и вовсе ставит под вопрос развитие украинской промышленности. Чтобы оставаться на плаву в жесточайших условиях, предприятиям приходится искать пути экономии ресурсов. Собственная программа по энергосбережению разработана на Днепропетровском агрегатном заводе. Каждый производственный день стоит предприятию огромных затрат, а потому здесь соблюдают строгие меры по эффективному использованию всех видов ресурсов. К примеру, электроэнергия дорожает каждые три месяца у нас на 5-7%. Вода, газ постоянно меняются, то есть это каждые 3-4 месяца, скажем так. Поэтому сейчас это приобретает наиболее актуальность. Электроэнергия – жизненно важная составляющая бесперебойной работы завода. Чтобы уменьшить ее расход, на многих производственных участках установили энергосберегающее освещение. Размером светодиодные светильники не отличаются от люминесцентных, чего не скажешь о показателях их энергоэффективности. В них установлена светодиодная матрица, которая потребляет в сумме где-то 23, именно вот эта вот лампа потребляет где-то 23 ватта. Аналогично люминесцентная потребляет 60 ватт. То есть три раза меньше потребления в электроэнергии. Плюс еще в ней то, что она экологически безопаснее. Еще один способ экономии – установка менее энергоемкого технологического оборудования. Например, новые печи для сушки деталей после покраски оснащены современными изоляционными материалами. Их использование уменьшает не только расход электричества, но и препятствует появлению брака. Печка в употреблении очень хорошая, качественно сушит детали. Большой интервал температур выдерживает. Так называемый технический учет позволяет контролировать расход электричества на каждом участке. У нас по цехам установлены лимиты. Они должны быть пропорционально в соотношении к выпущенной продукции. На питающих водах у нас установлены счетчики по всем цехам и подразделениям. И мы уже понимаем расход. Снимаются показания и высчитываем. По словам Елены Соколенко, за превышение установленного лимита сотрудника могут подвергнуть административному наказанию. Такой способ учит заводчан более рационально и бережно относиться к ресурсам. Экономию до 50% воды дает разработанная заводскими инженерами система оборотного водоснабжения. Она позволяет не менять воду после завершения технологического процесса, а использовать ее многократно. Горячая вода поступает вверх, а вентиляционный воздух поступает к нему в противоток. Вода охлаждается до требуемой температуры 20-25 градусов и назад по системам трубопровода поступает к технологическому оборудованию для охлаждения требуемого оборудования. В перспективе заводчане планируют рассмотреть возможность использования твердотопленных котлов взамен газовых. Организации, такие как Днепрогаз, своими условиями, техническими условиями зажимают нас очень сильно, поэтому приходится рассматривать и другие альтернативные меры отопления.